Всем привет! Сегодня к данному ролику я выбрал три самых часто присылаемых видео, которые я проверю. Ну а один из них прям даже апгрейжу по максимуму. От вас требуется только одно. Взять то, чем можно похрустеть, ну или уж там чаек. А то сегодня будет ролик очень насыщен киллами. Ну а также можете вписать лучший тег автора в магазине предметов, который мне показывает, насколько вы любите и цените данную рубрику. Кстати, а вот это уже баг. Кнопка должна быть серого цвета. Если это не так, то я надеюсь, вы знаете, что надо делать. За последнюю неделю я получил множество роликов, которые вы присылали мне вконтакте. Но самым частым был эта победа с рыбкой. Как оказалось, это эпичнейшая победа, которая победила на удивление не оружие, а вот это. И все, кто присылали эти ролики, спрашивали только одно. Это вообще реально? И насколько это сложно сделать? Сразу в полноценной игре это я проверять не буду, так как пока сложно оценить всю ситуацию и насколько это сложно. Поэтому предлагаю пойти в лабораторию, наловить рыбу и потестить. На удивление, это действительно работает. И у меня это даже получилось с первой попытки. Конечно, первую попытку я не бросил рыбку, но вот когда не прошляпил момент, то оказалось это все довольно просто. И вывод тут только один. Это, конечно, возможно, но вот в реальной игре это дело везения. Второй ролик уже связан с багом, где все хотели узнать, как пойдет себя в дальнейшем игрок, который вылазит вот так с будки. Как игрок будет стрелять, прыгать, строиться и прочие дела. Ролик уже достаточно старый, а старый в том плане, что эпики в последнее время стараются все активно исправлять. Даже реально мелочи. Плоть до того, где я пробовал перетаскивать бота удочкой. Раньше было так, а теперь это можно сделать с легкостью. Но, как обычно, мелкие исправления нигде не указываются. В этом вся и беда. Поэтому вперед тестить. Редактор субтитров А.Семкин Проведя много игр за таким делом, попыток было сделано немерено. Но что-то похожего ни разу не получилось достичь. Вроде и были соблюдены все тонкости, вплоть до того, где я пытался зайти в тот же момент, когда цифра переставала пульсировать. Даже пробовал где-то раньше, а где-то позже. Это либо исправили, либо это настолько все сложно сделать, что прям надо ловить микро-момент, где это получается. Если бы у меня было два монитора, то мне было бы легче это все видеть и сравнивать две картинки. Порой даже работать одновременно в двух программах и запись экспериментов на фоне довольно неудобно. Ну а чтобы сократить свое время работы, я задумываюсь о приобретении второго монитора. Так как нынешний моник у меня с диагональю 27 дюймов, за этот период, который у меня имеется, я понял, что это самый оптимальный вариант для зрения. Поэтому на Е-каталог я решил выбрать как раз пару именно с такой же диагональю. И опираясь на те параметры, которые нужны мне, Фортнайтеру, возьму именно игровой широкоформатный моник 16х9 типа матрицы VA и частоту смены кадров 165 Гц. Сам поиск по параметрам мне выдал не пару мониторов, а целых 10. Поэтому можно провести сравнение с другими мониками, которые приглянулись. Ну а на крайний случай отзывы и отслеживания цен, что сейчас очень важно, помогут определиться с выбором. Если что, ссылки на Е-каталог я оставлю в описании, ну а эксперименты не ждут. Третий и последний эксперимент начал подбивать ко мне клинья еще чуть ли не с самого зарождения Фортнайта. Я думаю вы часто видели такие моменты, где порой игрокам везет и они с какого-нибудь тактика убивали два игрока с одного выстрела. Даже бывали такие экземпляры, где за один выстрел делали три убийства. Но таких моментов я видел очень мало. И вот на днях мне прислали снова такие моменты, где убивали два игрока. Но вот я немного призадумался и захотел узнать, а насколько сложно убить четыре игрока или даже десять. Почему именно десять? Все очень просто. Есть кучные дрободаны, особенно боевое ружье. Я уверен, что сейчас многие прослезились, когда его вспомнили. Даже почти автомат замещал. А есть как раз те, у которых разброс огроменный. И вот у этих дробошей как раз вылетает дробь и кучность у нее без прицела очень маленькая. А сорока метров, так это вообще огонь. Ну а потестив как раз старый автоматический дробовик, он оказался самым жестким в плане разброса. Даже двуствовка оказалась более точнее, что меня и удивило. Поэтому я выбрал его. Ну а сейчас предлагаю посмотреть и окунуться во все сложности данного процесса. Так, сколько нас? Пойдемте все к стенке, все к стенке, все к стенке. Газировка не танцует, очень громко, очень громко. А вот теперь самое сложное. Надо как-то вас распределить так, чтобы каждая дробинка попала в отдельно каждого игрока. Мне кажется, надо вот одним присесть, а одним стоять. Как на групповое, на групповое фото стать. Да, и каждому надо будет еще место запомнить, понимаете? Вот, причем, самая главная фишка. Да, и вот так вот стать. Блин, как же это сложно и нереально почти. Давай, ладно, начнем с рыси. Рысь, если смотреть от тебя, иди вверх и влево. Рысь, сверху которой. Ага, дальше, 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 дальше. Вот так вот остановись. Все отойдите немножко в сторону, будем по одному. Давай, Лёва, ся начнем. Встань по центру, пока это рампа. По рыси попал, по тени, да? Угу, влево, влево. Встань, встань. Еще знаешь, куда, еще чуть-чуть. Да, вот так вот. Ну-ка, смотри. Еще можно. Нет, не попал. А надо, не долетает пулька чуть-чуть. Вот у меня показывают только дома, к рыси. Хоть я в тебе попадаю. Присядь. Попал, вижу. Так, Лев, тебе попал, и по рыси попал, да? Давайте кто-нибудь один, левее льва, встаньте один. Вот газировка, все. Газировка, ты, давай, давай. Беги, беги сюда газировка. Примерно на его же так дистанции встань. Немножко, если тебя смотреть правее. Вот так вот замри. Все, замри. Попал? Газировка. А, вижу, да, он, 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 он. Что просто все понимали тоже, что куда летят пули. Это примерно 40 метров. Ближе к льву, ближе к льву, оба ближе к льву. Вот так вот примерно. Все, все на память. По кому попалась в обо мне, по мне попало. Попал, неожди. Возле, кто стоит, ты, Артем, да? Я, да. А ты кто? Ты именно с... Я четвертый, мигающий розовым. Так, а кто отальвая рядом стоит, я попал в него? Маршмеллоу. Это маршмеллоу. Покивай ленивого отальвого. Покивай, да, попало, попало. А мне тоже попало. Вот Рейси, зачем ты двигалась? Рейси, левее встань. Еще левее. Левее. Честно, ты надолго. Попал? Кивай, то я не вижу сдали. Рейси, да. Так, Рейси попал? Ага, попал. Так, Рейси попал, да? Да, Маш, не он. Все супер. Ближе, 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 топай, 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 топай. И чуть правее. Правее, 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 правее. Забри, забри, забри. Газировка. Попал. Левее, левее, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Забри. Газировка, поверни сюда. Фоткать буду. Так, попал Рой, да? Да. боковые это льва попал рысь попал данная такая и ники . баллады ожидаем так как у нас 1 2 так давай красный давай прямо до львом встань по центру которой нет встать полный рост повторно с футболом на баллада вроде суши не попал нет нет машине нет да попал попал что попал сейчас дождите а пары симптом не проходит присядавали же станет поближе дам дальше да ко мне чуть чуть что творится ли он все попало отлично по всем попало да красиво к этому для чего эти штуки тупо оператор тупо первых оператор а я думаю за чего ровно кинь себе добавить да 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 добавь сундук она даже еще надо по времени надо настроить да сколько длилось то мало ли чё там без ограничений можно сделать но сейчас еще дома на минут 20 зависим скорее всего главное чтобы прям блеф тебе встать прям идеально идеально потому что отца все там пирожок пирожок но пирожок превратился пирожок отмечу за пирожок сам сад куча пробовал все так же через это устройство надежда мы считаем так не станет второй раз но сейчас сейчас примере сейчас пример у нас по дому хп будет ну нормально нормально ничего делать ничего уже будет долго вот эти все все да все сменилось учет паникуешь да испанец паникер учет первой попытки может субаш так все прям точно встали как а я не могу точно сказать за вас а те кто кстати умирает не возвращается верно обратно типа потом с выжившим просто можно поправить их чуть встать а хотя но и мне кажется призрак это нормально на сами полная что хорошо пробуем барон единственно призрак призрака а реверично рюкзал на рысь не попал во двору нервы все ясно боли ели запуск да и стоят на балок рысь вот мне четко чуть 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 левее так красный покойte красиво все давайте все в десятерых раз 2 3 цирк рэйс а нет и рэйс дарья подожди обратно двое осталось это ото льва носите замрите встань а болен рэйс спустичек пониже раз умирать я обра почему брата кто рампу сумму рампу поставь рампу сумму рампу маршмал но это не путь не уверен это уровень пошла на место для этого он уже обрадовался стой 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 так еще раз так полноценно попытка номер четыре готова получится нет вот снизу я не попал или как у кого так можно сказать еще за счет лев лев на месторе микро микро чуть чуть налево прям чем максимальный я не могу у меня маршмалу это вдавил в голове это а ну давай давай ставим отдать коксинка чтобы обновлено все сюда не они сайте не убил сайт в августах дожди за изобрет так попытка номер 6 7 уже сбил с счетом статус пункт номер 6 допустим суда нам не спрятали с 4 призрак не нравится призрак тот уверен ну смотри призрак ладно давайте игра на бан всех все давайте еще разок еще раз для закрепа также станем фоточка с другой ракаса я в призраке сомневался это возможно но где-то в параллельной вселенной вот шанс на поимку золотой рыбки так это проще сто раз нежели убить 10 игроков в обычной игре неподстроенной игре не забывайте писать свои дейки для проверки самые лучшие я отбираю и проверяю а с вами как обычно был я макс всем пока